Ну что, ребят, наверное, нужно было давно уже с вами поговорить на эту тему. Разные моменты в жизни бывают. Покажи свои ладошки. У нас с Викой нет обручальных колец. Знаете почему? Йоу, ребят, всё, мы уже собрались. Я одел джинсовочку, все вещи собраны. И теперь самое важное. Кольцо давай. Вика сняла кольцо. Ты сейчас снимаешь, куда я буду убирать кольцо? Нет, я сейчас снимаю, что мы сняли кольцо. Снимай кольцо. Видите, меня Вика заставляет, моя жена заставляет снять мне кольцо. Денис, такси уже приехал. Да Денис, давай. Давай мы ещё закатили твоего под кровать. Вообще было бы идеально, знаешь. Вот будешь бурчать, закачу. Твое кольцо. Всё, ребят, мы загрузились. Тут, наверное, темно, нас вообще не видно. Ты что там проверяешь? Свет. Свет, ну мы же убили их, дёрнули. А ты до конца дёрнул? Конечно. Проверил? Нет. Эй. Ну где же потухло? Такие вот летние, а на улице холодно. На улице дождь пошёл, вообще-то. Дубай, сырость почти скорее. Твой чемодан очень долго рассматривали. Типа туда-сюда он катался. Вон там. Торчал колёсик только. Я такой думаю, сейчас дёрну, вытащу его. Слушай, а может они смотрели твой монопод, думали, что за палка-то такая странная? Не знаю, там много всего интересного у меня в чемодане. Одни трубханы только чего стоят. Прошли регистрацию на рейс. В общем, у этой авиакомпании выбор мест платный. Любое место. Я когда на сайте смотрела, одно место стоит 3 косаря. Ой, здесь можно что-нибудь купить. Ладно. В общем, ребят, мы, короче, сейчас пойдём хавать, пойдём в бизнес-зал. У меня есть карточка Priority Pass. Она даёт бесплатный уход в вот эти бизнес-залы. Бесплатно покушать. Смотрите, клиент вот так ходит, со скрытыми документами нараспашке. А я вот так сделаю, и всё. Не, ну а чё, мне так удобно, а куда мне девать? Вот так выглядит. Прикольно. Ты что набрала? Мало выбора. Мало выбора? Била, салат, сыр и сок. Эти тоже что-нибудь выберут. Там, кстати, есть рассоли. Мы сейчас находимся в бизнес-зале. Кажется, называется Звёздный. Он выгоден, всё прикольно. Я взял, в общем, тоже салатик морковный, потом блинчик, сыр. Ну, то есть блин сыра у меня будет. Напугалась? Нет, я поняла, что это ты. Кто же ещё мог? Я. Ребят, посмотрите, какой идеальный вид сидит Вика. Тут должен был сидеть я, но он место занял рюкзак. Ну, вы представьте, что тут я сижу. Как красиво. Решили выбраться немножко из нашего бизнес-лаунжа и полазить тут. Вика говорит, что нам нужно купить средства для загара или от загара. Дополнительные, да. От загара, скорее всего. Сейчас мы найдем наш выход, а потом уже можно будет, наверное, пройтись по магазинам. Сейчас оценим сам самолет. Так, экранчиков тут нет. В прошлый раз, когда мы летели на Мальдивы, мы смотрели богемскую рапсодию. Были экранчики. Ну, в этом самолете, конечно же, их нет. Нет экранчиков, нет никакой мультимедийной системы. Ну, самое главное, конечно же, лететь, потому что сейчас ночь. Время 11 час. В принципе, ночью нужно спать. Самолет на самом деле бывалый. И тут пахнет, да. Смотрите, у меня место для ног есть. А у Вики... Почему только у меня эта фигня толстая, жирная? Вот тут ее нет, и куда мне ноги совать? Ну что? И что, смотрите, прикиньте, нет кармана, куда класть. У меня зарядка, вот, я приспособила место. Сейчас ее скажут убрать ее отсюда. Но боюсь, она свалится оттуда куда-нибудь мне на ноги или в голову, как сказать. В голову вряд ли, по физике, мне кажется, вы сюда упадет. Не-не-не, смотря как самолет тряханет. А, типа, она полетит наверх и мне в голову и убьет меня? Да, если ты не пристегнешься, то ты можешь пробить верхушку тоже. А, я вот сейчас-то пристегнулась, не мечтай. Что, ребят, рубрика ночной дожор. Может, это тоже такое открытое? Нет, нет. Ну, наверное, посмотрел, может, что-то. Может, плюнуло тебе туда. Короче, ребят, как вы поняли, нас начали кормить в самолете. У Вики был открытый контейнер с едой. Ну, так, приоткрытый был. Ну, посмотрели, наверное, там что-нибудь. Ну, страшно. Давай, открывай, проверяем. Тут салат, цезарь, кусочек хлебушка. Кексик какой-то. Пироженка. Дальше. Чай апарта. Кексик. Кексик. И вот такой вот соус для цезаря. У меня картошечка с курицей. Надеюсь, что тут пюрешка. Я надеюсь на это. Да, пюрешка, еще и с вареницем. Наверное, химозная картошка. Приятного аппетита, а ты просто завидуешься. Ладно, я шучу. Она просто мне завидует. А это что, брокколи? Да. Не остается. Да ладно, а то брокколи оставишь, не съешь. Приятного аппетита. Пробую пюре. Нормально. Можно досолить. Они положили, кстати, соль. Мы только что проснулись, и нас кормят. Снова кормят. В общем, вот такой вот сэндвич и чаечек. Что, открываешь по классике? Да. Ну, смотри, с ветчиной и сыром. Ну, ты только тесто отпустила. Ага. Как тебе? Ну, нормально. Вообще, как в рыбочке. Огонь. Всем приятного аппетита снова. По-моему, уже мы третий-четвертый раз едим в этом влоге. Всполняем инфекционную карту. Весь самолет, как-то, почти вышел. Мы уже тоже выходили и сказали всем сесть, потому что забыли заполнить. Первый раз такое. Ребят, тут очень жарко, так тепло, прикольно. Я вообще в Тосток еду. Короче, не знаю, правильно, не знаю, нет, заполнили эту карточку. Надеюсь, что все прокатит. Сейчас идем в аэропорт. Мы нашли наши челики. Вик, как тебе? Набирать себе все еще. Все, ребят, знаете, как будто в Россию приехал. Тут везде все на русском написано. Нет, не везде в русском. Только там. И welcome to Surutani. Сейчас мы приехали на остров, прилетели на остров Surutani. Это прямой рейс, рейс самый ближайший до острова Самуини. И тут паром идет всего, по-моему, 2-3 часа. Сейчас нас отвезут на паром, и мы уже поплывем на Самуини. Погнали? Да. Смотрите, какая красота. Здесь очень-очень красиво, очень круто. И сейчас мы будем регистрироваться уже под нашего туроператора. Нам выйдут какой-то автобус, ну, точнее скажут, какой автобус мы сядем, чтобы доехать до парома. Высоко сижу, далеко гляжу, в самый верх полезно, да? Сейчас мы едем на автобусе до причала, а потом мы поплывем на пароме до нашего острова Самуини. Так что мы скоро уже будем на месте. Уже не терпится посмотреть отель наш и остров, и полазка. Просто закончился бензин. А сейчас просто катились, и вот докатились, да, заправки. Прямо впритык доехали, вот так. Видите, мы стоим боком, то есть не ровно подъехали, а вот так. Ну все, автобус завелся. Бензин у нас, надеюсь, теперь есть. Там, смотрите, еще водичку покупают. А мы тем временем сейчас будем пить пепси, которую взяли в бизнес-лаунже в Москве. В аэропорту. Путешественница-бутылочка. А сейчас так пить хочется, я забыла, что у нас здесь что-то пить. Сейчас откроешь ее, и как она фонтанет. Она же тряслась столько времени. Да не, не фонтанет. Это фонтанет, я тебе точно говорю. Я аккуратно, я уже газики выпущу. Я умею ее открывать. Видишь, приоткрыла еще раз. Теперь проверяй. Все готово. Я мастер открывать пепси. Давай, теперь как в рекламе бей. Сейчас мы ждем наши чемоданы, и потом будем грузиться на паром. Вот он. Я только что видел дельфина. Где? Нет, пойдем сюда. Это была шутка? Нет, серьезно, смотри. Близко где? Нет, ну, нет. А много видел? Одного. Чуть-чуть? Чуть-чуть. А, много, нет? Нет. Он просто... А, вон, что-то было розовое, вот так. А не реально розовое? Нет, такой, какой-то, какой-то акул, ты видела на Модиле? Такой цвет. Короче, смотрите, здесь наши чемики. Мы сейчас поедем, поплывем, пойдем. Слушай, на пароме, наверное, ходят, так что мы пойдем. Ну что, пойдем? Идем. Идем. Мы приплыли. Денис тащит наши два чемодана в руках, вот по этой лестничке. Тут большущая очередь, мы, наверное, ждем минут 10, чтобы спуститься, потому что пока все вытащат чемоданы и тут проходит очень много времени. И смотрите, какой там проход, чтобы подняться на вот даже вот причал. Тут так прикольно. Я как будто в каком-то фильме. На самом деле, ну, не знаю. Совсем другие, совсем, совсем другие эмоции, совсем все по-другому. То есть, если на Модилах это просто было как perfect world, идеальный такой мир, в который мы попали, то тут ты видишь все. Снимем тебя! Я хочу сказать, что здесь пахнет очень сильным таким запахом, как будто баттер с кормом. Или элис. Да. Очень сильно. Тут пахнет как будто таким тиной, что ли, рыбой. Непонятный такой запах, не очень. Сейчас пытаемся скинуть мне фотографии, чтобы я сразу в инстуис выложил. Но, что-то у нас не работает. Принимай. Приехали к нам в отель. Тут очень красиво. Правда, уже начало темнеется. Отель находится довольно близко ко всему эпицентру города. То есть, близко все магазины, супермаркеты, кафешки. Но не так близко, чтобы выйти и тут же дойти. Нам по-любому придется брать байк. То есть, сегодня мы хотели купить симки. И не знаю, получится или нет. По той причине, что байк сейчас мы снять не сможем. Ну и вообще, сегодня я уставший и не хочу начинать водить. Вообще не хотел, если честно, водить байк, потому что, ну, хотел отдохнуть. Я же на отдых приехал. Но все-таки водить, это немножко разные вещи и отдыхать. В комнату идем. Посмотрим, что сегодня будем делать. А вот наш номер. Вот такая вот у нас вилла. Заходим. 73.17. Приходите в гости, ребята. Наконец-то в нашем номере. Наконец-то разобрались. Тут-то очень плохо с английским языком. У нас, в первую очередь. А еще мы плохо понимаем акцент. Да, у них очень сильный акцент, что его просто невозможно понимать. Итак, ребят, вот наш вход. Смотрите. У нас вот такая вот вилла. То есть, вот такая вот вилла. Вот оттуда по тропинке заходишь. Здесь берешь вот так вот. И закрываешься на ночь. Заходишь сюда. Смотрите, какая красота. Здесь есть такой душик. Душевая, да. Здесь вот Вика. Тут у нас ванна. Тут, смотрите, ванна. То есть, вот кто-то зайдет, например. Ты забыл, ну, засов закрыть. А тут голенькая Вика, например, купается. А он такой встанет, такой. О-ля-ля. Почему это должен быть именно улла? Ну, не знаю. Давай дальше. Дальше у нас такой большой дрельяж. Или как это называется, ну, не дрельяж. Это просто зеркальце, в котором ничего нет. Есть салфеточки. Вот такая вот у нас кровать. Жестковатый матрас. Жестковатый матрас, проверяй. Вообще, вообще он жесткий. Матрас, отстой. Он вообще как будто на камушке лежит. Капец. Дальше, смотрите, у нас есть вот такой вот диванчик. У нас здесь телевизор, светильник. Вот такая вот полочка. Смотрите, здесь две бутылки воды, они бесплатные. Это, как всегда, платная. Здесь у нас чайник. Это, кстати, бесплатно. И, конечно же, мини-бар. Но он платный. Так, дальше. По порядку идем. Смотрите, у нас выход. У нас балкончик. У нас своя терраса небольшая. Плохо видно. Завтра все лучше гораздо покажем. С видом на океан. С видом на океан. Смотрите, какая красота. Вообще, у нас тут еще мини-какой-то такой прудик есть. А вон там бассейн. С видом на бассейн, на пляж, на все. Так, ребят, нам привезли чемоданы. Давайте пойдем дальше. Дальше у нас есть весы. Это очень важный аксессуар. Не везде вообще их нет. Но тут есть. Это круто. Вот у нас только шкаф. У нас шкаф с халатиками вот с такими. Еще есть сейф. Но сейф это классика. Пойдемте в ванную. Ванная, кстати, я зря вас напугал. Она закрывается. Здесь есть шторка сверху. Серьезно? Все окей. Полотенчики висят. Тут разные мыло. При облежности, да. Тубзик большой, как надо. Ой, мне нравится. Мне нравится, что видят сейф-плотки разложены. И здесь еще душик. Особенно терраса просто бомбическая. Только как мы от комаров будем избавляться, когда вечерком джанпить. Нам дали какую-то штуку от комаров. Вот так это если мы будем включать ее вот тут, в номере. А на террасе комаров ты всех не убьешь. Да я думаю, что вообще... Смотри, какая крыша красивая у нас там. О, кондей. А ты, кстати, показался ли у нас такие? Да, балдахинчики всякие. Сейчас мы решили с Викой пойти купить ей сим-карту и что-нибудь похавать. Я Вике предлагаю остаться в нашем отеле и сходить в наш рейстик, который вы видели, наверное, я вам показывал. С видом за кошком возле моря. Там, говорят, невкусно, дорого и сердито. И еще это же рядом. А когда что-то рядом, то мы не ценим. А вот потеряем, плачем. Так что, ребята, мы пойдем далеко-далеко, далеко, чтобы поесть, балдеж. Ну что, ребят, наверное, нужно было давно уже с вами поговорить на эту тему. Вот. И именно поэтому я не хочу ничего говорить вам, чтобы вас не расстраивать. Всякое в жизни бывает. Разные моменты в жизни бывают. Покажи свои ладошки. У нас с Викой нет обручальных колец. Знаете почему? А потому что мы приехали на отдых. И мы просто побоялись, что утопим их в море. Ладно, погнали кушать. Пострел трагедию. Все, идем. Вышли, идем пешком. Нам предлагали такси, но мы по хардкору отказались. Сейчас пипикают для того, чтобы нас поставить в таксон. Вот. Но мы против. Потому что мы хотим что? Мы не хотим такси. У нас нет денег. Мы хотим идти. Не важно что, не важно где. Главное, бери и иди. На самом деле у нас просто нет денег. Мы сейчас идем до ближайшего разменного пункта. Разменяем хотя бы 100 долларов, чтобы у нас были деньги на такси, похавать, еще что-нибудь. А дальше уже посмотрим. Может быть реально такси будет удобно и будем кататься на таксоне. Может быть придется все-таки реально снять байк. Ну в общем сейчас будем решать. А ходить тут очень неудобно, потому что очень интенсивное движение. Просто капец какое. Тротуары нет. Тротуары нет. Пусты. Плохо. Такая сложность была. Мы не могли найти место, где разменять доллары на баты. В интернете пис пишут, что на каждом шагу. В итоге мы прошли очень-очень много, наверное километра три. В итоге вернулись в аэропорт. Сейчас мы находимся в зоне аэропорта и нашли пункт обмена денежек. Сейчас Вика меняет доллары. Знаете, подошли к одной женщине. Она такая, да, давайте я вам поменяю. Ну, это все на английском. И в итоге мы понимаем, что там курс такой, что типа нам очень это невыгодно. Ко всем остальным подходим. Некоторые начинают задумываться. Такие типа. И задумываются, и не говорят, где поменять деньги. Типа ждут, что мы у них будем менять деньги тоже. Некоторые просто не знают. Это очень странно. Сейчас мы с Викой идем покупать сим-карты, потому что без интернета вообще никуда. У меня есть сим-карты, которые нам подарил туроператор на одни сутки. Поэтому это вообще никуда. Сейчас нужно просто купить две нормальные сим-карты. Кстати, по поводу переезда. Очень тяжело на самом деле плыть на вот этом корабле, на барже, пароме. Это очень тяжело. Куда? В эту Ильи. Это мировая кофея неизвестная. Ну иди. Ну, подпить, конечно, не хочу. Разные скульптуры сделаны из металла и шестеренок. Это очень круто. Короче, хищник, конь, чужой. Это десептикон и трансформер. И там еще внутри маленькие. Но есть надпись, что нельзя снимать. Я это не фотографировал. Я снимал с себя. Понятно? Даже трогать нельзя. Даже трогать нельзя. Идешь? Да. Мы сейчас, мы были до этого вот в 7-11. Я не снимал. Потом еще сниму обязательно. Сейчас хочу зайти в Family Mart. Мы набрали всякие книжки, чтобы просто что-то купить. Да, просто, чтобы что-то купить. Мне нужно платить карту. Надо было на 300 бат минимум взять что-то. Ну, в общем, мы купили. Посмотрим, что вкусно, не вкусно. Сделаем, может, обзорчик. Заходи. А на съедок? Заходи. Все, ребят, мы пришли в номер. У меня кончилась зарядка. Сейчас я вам покажу, что мы купили. Мы нашли лавочку с фруктами и набрали просто много-много фруктов. Три манго. Мы приехали в Тайланд, мы купили три манго. Вот. И еще мы вам рассказывали, что нам нужно было проверить, можно ли расплачиваться нашей картой, не заблокируется ли она, потому что у многих не проходит оплата картой. Мы зашли в обычный магазин. Здесь он называется 7-Eleven. Я взял кукурузку, какие-то конфетки, вот такие вот жвачку, вот такую жвачку. Потом вот какие-то непонятные вот такие штуки. Смотрите, реклама папка. Я выбрала вот такой необычный киткат. В России такого не видел. Потом я взял вот такие снеки рыбные на палочках. И еще вот такую вот штуковину взял. Взял необычные бич-пакеты, два штуки. А еще я очень сильно люблю вот такие вот разные штуки. Еще я захотел купить зеленую фанту. В России я такую не видел, может вы видели. Ну все, ребят, всем пока. Завтра будет еще один влог. Сегодня мы уже очень сильно устали, потому что был долгий перелет, долгий переезд, долгое переплытие. Но мы наконец-то добрались. Завтра будем рассказывать про ТАК гораздо больше, гораздо глубже, потому что пока что даже сами ничего толком не поняли. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Вика. И Денис. Всем удачи, всем пока.